Здравствуйте. Когда я писал сегодня в Телеграме, что неделя обещает быть насыщенной на события на фронте, признаться я не ожидал того вала информации, который пойдет буквально сразу, через пару минут. Суть происходящей в Белгородской области. Точнее в том, что по сообщениям российских СМИ, вынуждены были признать, признала Песков, якобы некие диверсионно-разведывательные группы вошли на территорию Белгородской области. Причем не просто вошли, а маршем идут в сторону города Гайвара. И судя по полученной информации, в том числе подтвержденной, скорее всего в этот город уже вошли. Взяли или не взяли другой вопрос. Итак, суть происходящего вначале на картах. На линии от протяженностью около 8 км вглубь территории Российской Федерации проходят бои. Российские так называемые военкоры следом и средством масс информации заявили, что вошла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая прорвала кордон пограничников, которая прошла через ряд деревень и подошла к городу Каверен. Правда, информация была достаточно забавной, исходя из того, что часть российских СМИ заявили о том, что якобы ДРГ уже блокирована. То есть она блокирована в двух селах и начинается, как они сказали, выдавливание. Чтобы понять, как это выглядит на карте, то есть где-то находится, вот, пожалуйста, карта немножечко побольше, ну, как говорится, масштабом. При этом количество бойцов, которые вошли на территорию Российской Федерации, ну, судя по всему, не менее роты. Ответственность на себя взяли отряды российских добровольцев, то есть это отряд регион свободы России, русский добровольческий корпус. Судя по всему, операция началась с самого утра и к 15 часам было заявлено о контроле следующих населенных пунктов. То есть это, естественно, село Козенко на границе с Украиной. Якобы российские пограничники отступили там на какие-то заранее подготовленные позиции. Естественно, село Глотово, село Горападул и бои в городе Гайвара. При этом о том, что бои происходят в черте города, свидетельствует хотя бы такая простая информация, что заместитель главы администрации города получил ранение при обстреле здания администрации. Почему? Я говорю, что это происходит в таком случае бои в самом городе. Даже по российским СМИ в составе группы, которая входила, в первую очередь это бойцы с стрелковым вооружением, один либо два танка и до восьми бронемашин. Соответственно, ни один из указанных типов вооружений, он не позволяет, учитывая, что администрация находится в плотной городской застройке, из-за пределов города Гайвара, обстреливать точечно здание администрации. То есть, насколько я понимаю, еще раз бои в центре данного населенного пункта. Ну и косвенно это подтверждает, среди прочего, в том числе видео, когда местные жители пытаются понять, откуда стреляют, где стреляют. Ну а тем временем, пока что появляются вот такие вот кадры, как бойцы останавливают машину, ну и думают, скажем так, в том числе везти на ней станковый противотанковый комплекс, так называемый СПГшку, которую в конце видео, вы увидите, достают из кустов. То есть, там ни два, ни три бойца. Причем все так спокойно, осторожно, аккуратно. А какая это машина, кто хозяин, как говорится, неизвестно, потому что вначале распространяли некие документы, точнее по номерным знакам говорили о владельце. Но владелец заявил, что машина находится в гараже, никто ее не забирал. То есть, все нормально, она на месте в селе Козинка. Ну и предложил приехать посмотреть. Но вопрос в том, что приехать посмотреть, села Козинка находится еще раз под контролем как раз-таки той группы, которая вошла на территорию России. Еще раз. Эта группа, судя по заявлениям организаторов, состоит из российских добровольцев, которые выступают на стороне Украины. Ну и сейчас, скажем так, второе еще видео, то есть это то, как Российская Федерация пыталась бороться с этим. То есть, задействована авиация, пытается подтянуть тяжелую технику. Но с авиацией тоже получается, как говорится, не все так просто. Потому что вначале прошла информация о падении одного из вертолетов, ну правда на востоке области. Но потом ее якобы подтверждение не нашло. Ну, я не исключаю, что вертолет действительно могли грохнуть. С другой стороны, российские СМИ заявляют о том, что сбито уже два беспилотника. Ну и якобы идет самостоятельная эвакуация. При этом была такая информационная операция, что через ряд каналов распространили призыв к эвакуации, в том числе Белгорода. Местное МЧС это уже опровергло. Но, тем не менее, видео с караванами автобусов и, как бы сказать, частных машин уже идет. Пикантности данному факту придает, точнее событиям придает тот факт, что если дальше идти в сторону Белгорода по указанной дороге, сейчас скажу, как она называется, там, дорога местного значения, то есть если из Гарева дальше до Масачева-Головчина, то есть на северо-восток, то за Головчиной и в районе Борисовки находятся два склада вооружений. Речь идет о войсковой части 25.624 и 34.037. В одной из частей арсенал военно-воздушных сил, а другая относится к российским РВСН. Ну, то есть к ракетчикам, которые обладают ядерным оружием. Украинская сторона заявила, что прямого отношения к этому не имеет. Главное управление разведки заявило, что российские добровольцы формируют зону безопасности вокруг границ с Украиной. Сами российские добровольцы заявляют о поставлении на 15.00, что реально идет штурмгавера, и что они будут пытаться удержаться. Из российских источников приходит информация примерно о численности, можно говорить по-разному, страх и глаза велики или нет. Но суть в том, что в селе Козенко, это информация по состоянию на 16-20, они заявили, что находится около 80 бойцов при поддержке двух танков, нескольких бронемашин. В Гороподоле вначале они заявляли якобы, что украинская ДРГ блокирована в местном доме культуры, но потом оказывается, что Гороподол находится все-таки под контролем ворвавшихся групп. Тоже говорят примерно от 50-60. То есть суммарно, если отбросить страх и глаза велики, то можно заявлять о том, что на территорию Белгородской области вошла группа численностью от роты до двух. Теперь по вооружению. То есть тоже забавно, что перед этим буквально за неделю до руководство Белгородской области отчиталось о том, что потратило достаточно большие деньги на создание тех же самых противотанковых ежей вдоль всей границы области. Ну, как бы там ни было, два танка ездят. Вопрос, чья и как техника. Самое забавное, что если это действительно регион свободы России и русский добровольческий корпус, то у них нету тяжелого вооружения, которое бы передавалось от вооруженных сил Украины. Но у них может быть вполне тяжелое вооружение и много, которое, ну, скажем так, затрофеено у российского оккупационного корпуса. Это примерно то же самое, что происходит с тяжелым вооружением в полке Калиновского, то есть, например, с танками. Отждали у русских, затрофели, отремонтировали, использовали. То есть там, вероятнее всего, примерно такая же схема. То есть получается, что действительно российское оружие, российское по происхождению, воюет на территории России. Но тем временем в местных пабликах ходят различные слухи, вплоть до того, что какая-то войсковая часть пытается перейти на сторону русских добровольцев, которые вошли на территорию Белгородской области. Ну, вряд ли это есть. Ну и поговорим о перспективах. То есть с достаточно большой вероятностью данную группу будут выдавливать назад на территорию Украины. При этом, учитывая российские методы, выдавливать будут, ну, с использованием тяжелого вооружения. То есть, как говорится, можно посочувствовать гражданам РФ, которые живут в приграничных селах. То есть селы будут методично утюжить. Если, естественно, группа сама не выйдет. Группа вполне может выйти. Но в чем суть? А суть в том, что Россия демонстрирует, что фронт может быть не только на территории Украины. То есть Российская Федерация достаточно долго существовала и работала, и провоцировала соседнее государство. По принципу, я делаю все, что угодно, а вы против меня ничего. То есть это, знаете, как старый советский анекдот. Вот дойдут два гопника, везде прохожие, ой, давай мы по морзиндуем, а с Леоном, а нам за что? Ну вот примерно в такой же самой логике пыталась действовать Россия. То есть по принципу, а нам за что? Мы же ни при чем. То есть вторгаться в другие государства, говорить, что это не мы и так далее. И вдруг оказалось, что это улица, где возможно и встречное движение. То есть то же самое может произойти и на территории России. И это важно с точки зрения дальнейшего развития боевых действий. Либо дальнейшего хода боевых действий. Почему? А посмотрите, пожалуйста, где Россия констрирует основные свои резервы и так далее. Где она пытается воспрепятствовать возможному наступлению вооруженных сил Украины. На линии фронта, на территории Украины. При этом абсолютно считая безопасными свои собственные границы. Но, как оказалось, не все так просто. И определенные силы придется держать вдоль всей протяженности украинско-российской границы. А это значит растягивать свои силы. Плюс ты не ожидаешь, откуда будет удар. Фактически Украина сейчас пытается меньшими силами, но играть в ту же самую игру, в которую Россия играла с Украиной в конце 21-го, начале 22-го года. То есть, ну, откуда придут, не знаем. Но прийти могут. Вот, и, соответственно, это растягивание сил, это дополнительная нервозность. Это очень такая громкая пощечина по окружению Владимира Путина. То есть, на фоне попытки позиционировать себя как сильного, который идет учить Украину, вдруг оказывается, что не просто прилетает, а вдруг оказывается, что какие-то части заходят и на территорию РФ. Вот, то есть, для граждан России, ну, вот это как минимум удивительно. Но удивительно уже, как говорится, реально. При этом, еще раз, вполне может быть, что эти части состоят из граждан России, либо бывших граждан России, ну, то есть русских подпроисхождений, которые воюют на стороне Украины в данной войне. Какие возможны последствия? Ну, теоретически, после такого Россия может попытаться задействовать статьи договора о коллективной безопасности. Ну, тем более, что недавно была очередная встреча на парламентском уровне. И так далее, собрал у ДКБшников на парад Путин. Но, вот помните, как раз таки, видео, которое я говорил на параде, по результатам парада. Россия продемонстрировала свое уничтожество. То есть, Россия слаба. И в таком случае ввязываться в дополнительную войну, попадать еще под и дипломатический удар, никому явно не захочется. Казахстан пошлет. Другие государства в Центральной Азии, ну, более мягко, ну, скажем так, отморозятся. Армении скажут, что она ни при чем. Скажут, решите, вначале проблему Арцаха, ну, то есть Карабаха. Остается Беларусь. Ну, вот Лукашенко 24-го будет в Москве. Но Лукашенко боится. То есть, теоретически он может, да. Если она давит на вопрос, а что будет дальше? И вот это вот, что будет дальше, потому что его положение крайне неустойчивое, оно пугает Лукашенко. И оно тем более пугает Российскую Федерацию. Потому что, если Беларусь проваливается в состоянии какого-то более глубокого кризиса, то нужны дополнительные силы и средства для того, чтобы держать ее под своим контролем. Ну, а тем временем, до вечера еще относительно далеко, будем наблюдать появление Белгородской Народной Республики. С людьми, которые появились неизвестно откуда, и танками, и вооружением, которые купили в ближайшем Моинтурге. Ну, либо охотничьим магазином. Я думаю, что в Гайверне охотничьи магазины есть. На этом у меня все. Видео понравилось. Лайкайте, расшаривайте, комментируйте, закидывайте за поребрик, чтобы люди там посмотрели. Ну, интересно же, в конце концов. Обсуждайте. Традиционно не верите ни одному слову. Проверяйте, ищите факты, приходите к собственным суждениям. Но можете соглашаться, либо не соглашаться. Но главное, чтобы выводы были ваши. Еще раз. Подписка, звоночек, оповещение, лайк, комментарий, спорьте в комментариях. Подписка на Patreon, либо спонсорство на YouTube. За это буду очень сильно благодарен. Ну, и вечером предлагаю в 21.00 обсудить с белорусской, украинской, но, возможно, и российской частью аудитории. Белгородский пример для Беларуси. Что он будет значить? И значит ли он хоть что-то? Это, как минимум, интересно. Поэтому 21.00 приглашаю на большой стрим. На всем все. Радости, счастья, удачи, мирного неба на голове. Всего вам наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok